Появились версии того, как военный вертолёт мог оказаться над подмосковным пляжем. Напомню, накануне он распугал отдыхающих. Как отмечают эксперты, причин может быть несколько. Вот, например, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов предполагает, что вертолёт мог лететь так низко, да ещё и в будний день, потому что проводил тренировочный полёт. Таким образом, лётчик отрабатывал навыки разведки. Дело в том, что в военное время вертолётам иногда приходится так низко летать, чтобы увидеть расположение вражеских объектов. Кроме того, на низкой высоте экипаж учится работать с аппаратурой и улавливать радиосигналы. Ну и ещё одна версия, о которой говорил эксперт, совсем очевидна. Возможно, вертолёт просто шёл на посадку и уже начал снижаться. Но когда пилот увидел людей, решение пришлось изменить. Ну а насколько опасны такие полёты и могут ли пилоты совершать их, когда рядом находятся люди, мы сейчас узнаем у заслуженного тренера по вертолётному спорту, чемпиона мира по высшему пилотажу на вертолётах Гарри Георкова. Гарри Гарьевич, здравствуйте. Ну вот заслуженный пилот СССР Олег Смирнов сказал, что вполне возможно, они отрабатывали, лётчик отрабатывал какие-то фигуры пилотажа. Вы согласны с этой версией? Ну, скорее всего, с большей долей вероятности, экипаж выполнял учебно-боевую задачу, полёт на предельно малой высоте из точки А в точку Б. Ну, то, что я увидел в СМИ, на самом деле не является какой-то сложностью, и вряд ли он распугал на том пляже, где находилось незначительное количество людей. Дело в том, что полёт на предельно малых высотах, это 50 метров и ниже, ну, примерно до 10-15 метров над уровнем или над рельефом местности. Это достаточно сложный вид полётов, поэтому, ну, на самом деле, хочется порадоваться за военных, что мы стали их, на самом деле, чаще и больше видеть в воздухе. Поэтому натренированность экипажа важна для нас в целом, для страны, для нашей безопасности. Я считаю, это хорошо. Гарри Гарриевич, вот вы говорите, что не распугал людей, но я бы лично очень испугался, если бы на высоте 5 метров вот эта махина надо мной пронеслась. Вот такой вот вам вопрос. Вообще, есть ли какой-то закон, регулирующий передвижение военной техники, там, будь то танки, самолёты или вертолёты, рядом с гражданским населением? Вот, мне кажется, это не совсем всё-таки нормально, что он так низко пронёсся над людьми. Дело в том, что он не выполнял полёт над населённым пунктом, это первое. А то, что там самостийный пляж оказался, ну, он просто при скоростей, надвигающийся, скажем так, на него объектов, при выполнении полётов на предельно малой высоте, он просто-напросто не мог ничего другого сделать. Он шёл обозначенным курсом, как я это видел, он не выполнял каких-либо эволюций, заходов, скажем так, дополнительных на посадку, над людьми не зависал, он просто пролетел мимо. То есть, вполне возможно, пилот просто не знал о том, что на этом пляже, стихийном, как вы сказали, отдыхают люди. И выполнял свой обычный регулярный полёт. Да, выполнял, скорее всего, учебно-тренировочный полёт. И никакой сложности, скажем, он, в общем-то, не представлял ни для кого. Ну, то, что грохот, шум, это, естественно, любая техника, находящаяся в воздухе, так же, как на любом аэродроме, она издаёт шум. Поэтому, ну, наверное, насиженное место для некоторых жителей оказалось таким шокирующим, может быть. Гарри Гарриевич, большое вам спасибо за комментарии, ну и спасибо, что успокоили нас всех. Это был заслуженный тренер по вертолётному спорту Гарри Георков.